Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Юрган» вкусная программа, где мы готовим и общаемся с интересными людьми в разных сферах деятельности. Сегодня на уютной кухне кулинарной студии «Киви» мы готовим вместе с депутатом Государственного Совета Республики Коми, лидером партии «Зеленая альтернатива», главой Союза Рэбби Республики Коми Виктором Васильевичем Бетехтиным. Здравствуйте, Виктор Васильевич! Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, дорогие телезрители! Юлия, я попрошу вас немножко перейти на «ты», но вы у меня небольшая аллергия, тем более мы с вами в такой непрожденной обстановке будем готовить, поэтому все легко и просто, и, наверное, так будет и проще нам общаться. Отлично! Приступим. Сегодня мы готовим теплый салат. Это у нас такая, наверное, больше, можно сказать, уже средне-земноморская кухня, но чтобы максимально хорошо восстанавливаться после тренировок. Либо перед тренировками, днем, это вот такой небольшой перекус, который мы можем с собой таскать. Сегодня сделаем такой вот салат, который у нас будет и с грибами, и куриной грудкой. Давайте, с чего будем начинать? Нужно все-таки начать с куриной грудки, просто порезать, либо с грибов. Лучше всего, не знаю, почему еще со времен, когда в моей жизни был Варкутинский техникум сервиса торговли по специальности пауэр-кондитер. Юля, сейчас немножко обойду. Я привык всегда готовить небольшую заправку, даже на зажарку тех же самых грибов, тех же самых мяса заранее. Ну, не когда мы, допустим, готовим уже полностью сконцентрированное, там постепенно. Лучше сделать заранее. Почему? Потому что оно впитается, и будет больше и лучше аромат. Согласна. Давайте тогда продолжим разговор. Как ты пришел в политику и возглавил зеленую альтернативу? Наверное, просто произошло то, что один прекрасный момент. До того, как все это в мою жизнь так рьяно кинулось, мы занимались благотворительными проектами, которые у нас в республике мы делали, чайные бега, помогали детям. Потом это пришло, когда мы с парнями тоже с друзьями собрали в Союз Регби Республики Коми. Все пришло с того, что, наверное, понимание, что не нужно ждать, что кто-то что-то сделает. Наверное, из-за благотворительности это такой вот хороший пинок и произошел, да, вот морального состояния, что он уже постарался, что сделал самому. Как нарезаем? Нарезать можете в свободной форме, потому что мы будем обжаривать, они и так сожмутся, поэтому как вам будет удобнее. Тогда как я люблю, так и нарезаю. Да, обычно, да, да, абсолютно. Хорошо. Хорошо. А тебя кто-то пригласил или ты вообще в целом как-то пришел? Получилось так, что партия, которая «Зеленая альтернатива», еще помогала ее создаваться и формировать. Это такая у нас партия друзей, можно сказать, потому что с многими ребятами из всех регионов нашей необъятной державы мы были знакомы до этого. и получилось так, что вот давайте что-то сделаем, потому что хватит вот ждать, пока у нас это все будет происходить. Думаю, ну, хватит, так хватит. Начали созваниваться с ребятами, посмотрели очень долго с юридическими процессами, как это все выходило, потому что-таки регионов у нас много, представителей практически во всех регионах у нас сейчас уже есть. Так, для вас специально приготовил, немножко будет остро, но потом я уже буду заниматься отдельно грудкой. Ничего, я остро люблю. А вот как раз салатка этому готовится. Это только начало, у нас еще и лук впереди, и прочее. Вот, и перешли на этот сегмент, что надо, надо делать. И получилось так, что фактически партия у нас, можно сказать, молодая, не только, да, по юридическому градусу нашего создания, но и по возрасту, потому что у нас в основном все это до 40 лет, ребят старше у нас нету, да, абсолютно все молодые. Все инициативные. Все инициативные, да, фактически все ребята там вышли из общественных структур и из общественного движения по экологии по всей России, поэтому мы как бы так и дружили до этого, стали понимать, что нужно что-то менять. А сложно заниматься вопросами экологии в современном мире? Все-таки как соединить промышленность и все-таки сохранить чистоту природы? Тяжелее, наверное, достучаться до понимания того, что, было тяжелее достучаться до понимания того, что нужно не просто добывать, да, а глубоко, посвящать внимание глубокой переработке всех ресурсов. Мы никогда не уйдем от того, что мы ресурсный регион, но если мы будем полностью те же самые наши срубленные дерева, которые есть, максимально перерабатывать, то не все так и плохо, не все это не только бумага, не только дерево, не только строительство, это такой большой, огромный спектр. Но в этом во всем что еще? У нас все-таки, как любят говорить, регион, откуда уезжают. А вот это как раз, да, тот сегмент, чтобы у нас не только оставались, не только чтобы они здесь обучились, но чтобы они здесь были нужны. И фактически, если мы будем дальше прорабатывать, так можно же создать альтернативу. Здесь у нас есть огромные леса, которые также мы можем восстанавливать определенные породы, да, тем более мы должны понимать пожары, которые происходят у нас в республике. Это тоже, что многие бывают с того, что нет санитарной рубки, которая у нас фактически была только в советский период. И леса, в основном, половина леса вроде заблагименном мире, но всегда начинают болеть, фактически огромные лесные пожары, там, где мы не можем уследить за этим. Вы можете масло, но я заберу себе, я вам приготовил под грибы. Ничего, ничего, это я сейчас заберу себе. Нет, я может налить, да, поменяемся с коврадами, чтобы было удобнее. Мы сделали соус. Да, мы сделали как-то, так называемую заправку для обжарки овощей. Здесь обычно у нас идет смесь перцев, соль и оливковое масло. Я что, обжариваю грибы, да? Да, обжаривайте грибы, да. Сейчас мы его полностью уливаем. Не стоит бояться, если вдруг у нас при готовке грибы получатся немножко пересолеными, почему? Потому что мы их обжарим чуть-чуть, чтобы они оставались сочными, но это для того, чтобы у нас они не были сухими. А, сейчас поменяюсь. Не были сухими уже в самом салате, потому что это будет немножко другое. Хорошо, я обжариваю, все. Так, где-то моя, моя-моя штучка, вот она. Сколько минут обжариваем? Минут 5 можно обжаривать, 5-7 минут, шампионы очень быстро готовятся. Как хищи, если масла будет не хватать, можно еще добавить, чтобы грибы очень сильно впитывают. Да, я думаю, что еще добавлю. Да. Скажи, Виктор, какие у тебя у самого кулинарные предпочтения? И вообще мне всегда интересно, какой был первый опыт кулинарный. Ой, первый опыт был кулинарный и закончился тем, что когда мама у меня пришла с работы, я очень сильно получил, потому что мама воспитала меня одна. Это были 90-е годы, когда не было продуктов, так как денег особо не было, хотелось маму как-то порадовать. Я решил порадовать готовкой. Но ровно на свой день рождения в 7 лет я приготовил борщ, и мама сказала, что это можно есть. Возвращаясь к партии «Зеленая альтернатива», слышал о такой инициативе социальный кинолог. Бывали ли эта инициатива реализованы, и в чем ее суть? Суть самая главная в том, чтобы люди понимали, что все проблемы с собаками, которые происходят, идет не от того, что животное, да, вот такое. Все-таки нужно воспитывать в первую очередь себя. То, что именно по отношению людей к животным. Потому что собака – это то существо, которое в первую очередь социальное, да, что оно без человека не может существовать. Это не дикое животное, дещают они только на второй, на третий год. Люди должны понимать, что вся эта ответственность лежит в первую очередь на нас. Причем она лежит как на государственном уровне, да, потому что у нас есть момент такой, что, к сожалению, у большого 498 закон, да, о жестоком обращении животными, там, и отдельно, там, именно если брать уже стерилизацию, контроль, да, у нас не все муниципалитеты в должной степени выполняют, у нас не все муниципалитеты работают по отлову животных. И поэтому, к сожалению, большому у нас получается, что популяция не сокращается, просто потому что некоторые люди думают, что это где-то проблема, там, далеко от нас. Но в самом деле она есть. А как видите деленые альтернативы решением вопроса бесхозности собак? Ну, во-первых, стоит понимать, что все-таки это выполнение 498 закона, в первую очередь. Люди должны понимать, да, и все-таки наши чиновники, что это самая главная вещь, которая бы у нас отвечала за популяцию. Потому что, даже уже ученые РАН доказали, что все остальные методы, там, как нас говорят, любят некоторые чиновники, думая, что там подстреливать всех животных, и все это закончится, это на короткий период все равно популяцию будет восстанавливаться. Но это живая природа, и мы должны понимать, что в живой природе всю популяцию, да, как мы бы некоторые там не хотели бы понимать, как мы понимаем, что она будет восстанавливаться еще большими темпами. Потому что где у нас нет, там быстрее будет восстанавливаться. А вот такой еще вопрос. Считаешь ли ты необходимым налогообложение хозяев, которые имеют домашних животных? Я считаю то, что нам сейчас крайне необходимо увеличивать систему штрафования, которая у нас есть, да. На самом деле, вдруг все удивляют, что у нас запрещен самовыгул. Вроде бы, а как так вот? А у нас люди привыкли. Утром вышли на работу некоторые собаку за дверь. Ну вот это мне всегда было непонятно, как можно собаку, особенно такую достаточно крупную, выпустить. Ну на самом деле, стоит понимать, да, вот опять же, из статистики живой, а из статистики ненарисованной. Моя мама проработала 29 лет в Варкутинской горбольнице, и 20 лет она была старшим медсестрой приемного отделения. Как раз те, куда появляют, те, куда приходят, всех привозят. И самый большой момент, что зачастую собаками покусаны не крупными породами собак, а маленькими породами, которых не нужно воспитывать. Ну вот я ее завел, она же сама все сможет, а ничего подобного. Милый мой, любую собаку, она должна относиться к воспитанию. И люди думают, я вот завела, там на ручках ходят, а потом оказывается, что эта собачка у нас выходит на улицу. Тут же дети, допустим, да, простой пример, собачка, там вы забежали на детскую площадку, собачка, собачка, она берет, ребенка кусает за руку. Еще у меня назрел такой вопрос, раз уж говорим об экологии, о природе, все-таки у нас считается республика комикологически чистым краем. Как привлечь сюда туристов, как вот в край чистой природы, лесов? С вами согласен, потому что тоже уделяю сейчас в готовом проекту, да, помимо депутата госсовета, также вхожу в палату молодых законодателей Совета Федерации. Для меня всегда это тоже было интересно. У нас момент какой? Самый главный момент, который мы должны решить, это все-таки наша логистика. Мы должны понимать, да, что у нас, к сожалению, только если мы берем авиасообщение, это у нас Сыктывкар-Ухта, ну и Воркута, да, и то в Воркуты у нас не так уже много самолетов летает. Но опять же, если мы будем понимать, что все-таки, опять же, благодаря санкционному периоду, у нас Севмор-Путь все-таки будет запускаться, это один из главных таких проектов России, которые будут удержать, что фактически у нас получится две логистические точки, помимо Сыктывкара, да, которые можно уже будет привлекать наших туристов. Мы понимаем, что у нас есть Полярный Урал, который около Воркуты, где не так далеко можно добраться. У нас есть там наш Троицко-Печорский район, да, там Апупаньор и прочее, 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 но у нас, к сожалению, большому сейчас пока отсутствует логистика. И вот сейчас будет еще поддержка финансовая составляющая, да, финансовая поддержка внутри стороны на авиасообщение. Фактически для нас мы будем понимать, что мы можем осуществлять перелеты к нам из других регионов, это очень здорово. Плюс, да, мы должны все-таки понять, какие муниципалитеты должны быть у нас именно по развитию туризма. Понятно, что у нас есть там Йога-2, но под Йога-2 можно сделать и другую еще. Ну, для никого не секрет, особенно для всего Юга-Республики, да, вот Южного Куста, в том, что у нас выходят дикие животные к нам. Ну, это да. Потому что, да, идет в рубка леса, животные начинают уже, с одной стороны, из-за того, что у нас промышленный такой цикл развивается, они начинают бояться. И с каждым годом это, по-моему, уже проблема шире становится. Да, больше, больше, да. Но есть проблема в другом, что у нас привыкли, как решать эту проблему? Отстрелили и забыли. С одной стороны, стоит понимать, почему оно вышло, потому что его орел обитания нарушен, а животное уже, к сожалению, большому, да, вот опять возьмем мы с Куломский район, возьмем у нас наш Каркиросский район, да, все трассы, которые животные, а фактически можно уже туда маленькие наши. Я тогда, может, сделаю салат? Это напоследок, это напотом, сейчас надо дождаться, чтобы у нас овощи тоже не раскидались, сейчас вот наша грудка тоже закончится, приготовление. Она чуть немножко его подобьет. Фактически есть взрослые медведи, которые, да, выводок свой, там, медвежат, выводят уже не первый год, и фактически-то уже такая тенденция, что животные разучились сами себя обеспечивать едой, они ждут, пока им принесут. Да, там, если брать Тройско-Печорский район, где там по свалкам также ходят животные, у нас начинаются некоторые выходить и животные, да, в наших районах, и на кладбище, ну, такое-то вот, к сожалению, большому, нужно не просто их отстреливать, да, а для того, чтобы их собирать, также гуманно решать вопрос, делать небольшой укол, да, животное засыпает и вывозить его в среду питания, именно в дикую. А здесь же, да, было бы к месту наше ЮГ-2. У нас есть прекрасные наши студенты из Вольгородского, да, ветеринарного колледжа, который у нас там имеется, мы можем также туда на практику отправлять. У нас есть студенты, я думаю, СГУ согласится сделать свое направление, как опорный вуз, да, еще ветеринарии, и фактически мы имеем, что у нас здесь не просто база, да, которая в теории занимается, там, с животными, а фактически прямое его направление, что у нас есть огромная, большая база центра реабилитации, где животные могут, выехать, где животных мы можем проконтролировать, где животных мы можем и подлечить, но в другой момент мы можем их отследить, чтобы люди уже фактически несли ответственность за то, что у нас есть такой технологический прогресс. Виктор, скажи, родные поддерживают тебя в твоем выборе деятельности, сохранение природы, чистого воздуха, земли? Да, да, у них выбора нет, у них выбора особо нет, нет, ну, потому что, опять же, все идет из семьи, допустим, даже мой дядя, да, вот, родной крестный отец, когда, допустим, мы ходили в тундру, даже в самом Воркуте, ты ему сразу говорил, всегда нужно уважать то место, где ты живешь. Хочешь, то не хочешь, да, причем там весь мусор, который мы там брали, хоть мы там на сутки уходили, было у нас такое, ездили куда-то далеко, мусор мы все равно забирали с собой. Это вот такой момент. Другой момент мы должны понимать, что фактически, тут уже включается моё экономическое образование, что не каждая, да, вот, ну, мусор – это тот же самый продукт. Мы должны уделять больше внимания именно переработке, даже того же самого мусора, да, переработке пластика. Хорошо, потому что, допустим, у нас есть прекрасные, да, вот, примеры в Дагестане, где из того же самого переработанного пластика, через крупного, делают антивандальные уличные площадки, да, там, и скамейки, и все, которые, ну, не повреждаются. Фактически, я тоже скамейку, если вдруг она сломается, отправляют на завод, ее подклеили, все, там ничего не остается. Есть ли какая-то инициатива у «Зеленой альтернативы» на приучение подрастающего поколения, вот, к порядку, к чистоте, может быть, в школы выходить как-то, вот, проводить беседы? Есть какие-то проекты? Да, самый главный момент, который у нас ведется, это все-таки освоение, у нас, зачастую сейчас дети понимают, что им приходится объяснять не так сильно, что они в социальных сетях, это важно. Вот мы через социальные сети, может быть, как-то резко, может быть, как-то там неугловатые, прямо в лоб, но у нас есть, да, там, прекрасные райтеры, которые подготавливают прекрасный наш отдел, который занимается связи с общественностью, мой товарищ там его возглавляет, и там, да, вот, больше работаем через социальные сети, объясняя, что люди зачастую теми же самыми нетривиальными котиками, которых мы видели вот на баннерах у нас, которые есть. Это интересно, что это такое, люди начинают интересоваться, тем более дети реагировать, и вот дальше пошло, 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 и это вот самый такой большой сегмент, что мы фактически имеем такой подоплеку на то, что вот о таком вроде бы сложен, а слишком просто объяснить. Лук мы тоже будем обжаривать, нет? Лук мы будем обжаривать, да, белый лук. Очень редко требуется обжарка. Теперь лук и собираем салат, да? Да, собираем салат. Виктор, в самом начале программы ты сказал, что этот салат подойдет после тренировок, как хороший перекус или восстановление сил. И, конечно же, вопрос про регби, о тренировках регби. У меня этот спорт ассоциируется с отчаянным поединком, где борются за мяч. Не жалея себя ни рук, ни ног, ни глаз, ни зубов, в конце концов. Как ты пришел к этому спорту? Вообще, откуда такой интерес? Интерес абсолютно случайно. Это был у нас 99-й год, ну, два года таких у нас было. Я приехал с лагеря и помню, что... Сколько лет было это получается? Мне было 8-9 лет. Как раз это были матчи у нас, регби там 16, да, чемпионат мира. И я сейчас как раз вот сейчас еще всплакну, ностальгически такая слеза пойдет. Вот, лук у нас полностью... Лук мы оставляем, сейчас еще будем делать заправку для салата. У нас лимонный сок есть, поэтому будем уже делать у нас отдельно. Вот, и я фактически маленький ребенок, который там начал что-то бегать. Помню, теплый такой тень был солнечный. А я что-то дома остался, не помню ни за чего. То ли мама ждала и раз, смотрю, там телевизор включен был. А тогда время от времени у нас вдруг в воркутинском телевидении подключали у нас кабель, да, там некоторые каналы. Подхожу, там здоровые мужики, стоят что-то непонятно какое-то, кричат руками, машут, впрочем, мне интереснее стало. За что машут, почему кричат? На стадионе думаю. За что борьба? Да, потом раз, смотрю, встали, встали, потом свисток, и начинается матч, начинают друг друга лупить. Я такой, мне вообще интересно стало. Я сел вот так, посмотрел. А оказалось, что да, это вот регби, это был как раз чемпионат мира. И все мне вот захлестнуло. Тогда я как раз играл Новая Зеландия, да, All Blacks одна из самых легендарных команд. Надеюсь, сборная России тоже скоро станет такой же легендарной. Это искренне, над этим нужно работать. Думаю, у нас все получится у всех региональных федераций. Добавляем грибы. Добавляем грибы. Здесь сейчас у нас... А где ты обучался регби? Просто это такой немножко несвойственный для нашего региона. Здесь я поспорю, потому что у нас есть братец Нобеладзе, Валерий Георгий, который родом с моего родного города. И для меня это такой значок, что наши ребята, которые вроде бы спор для нас чуждый, а он у нас оказывается фактически, вот он наш и все. Потом второй момент. Все-таки нужно понимать, что регби – это тот вид спорта, который можно... Ну, для российской истории, да, у нас легенда такого, да, который у нас именно фактически сделал регби, есть и князь Соболенский, наш русский эмигрант, который в Англии считался самым сильным игроком. И для нас это такое тоже получается. А не наша ли это игра? Другой, да, такой подтекст, российская, там, не российская, точнее, а все-таки, говорит, русская стенка на стенку. Ну, да, кстати. То же самое, только тут еще мяч добавили. Кстати, ты сегодня пришел не один, я знаю, ты пришел не один. Да, я пришел как раз. Я ни разу не видела мяч для регби. Это вот мяч. Я думала, он тяжелее. Нет, это мяч, да, фактически, изготовка с нашим тоже немножко связана, он называется дыня по-другому. Дыня, я только хотела. Ну, вот почему такой формы? Чтобы было удобно работать, сбрасывать руками. Потому что, да, у нас все идет руками, ногами мы работаем очень редко. Причем там, ну, часть игроков, у которых ноги растут очень хорошо и правильно, да. Плюс, опять же, мы работаем у нас пасы только назад либо параллельно. И вот, чтобы отбросить мяч, хорошо, да, передать пас, нужно все-таки, чтобы мяч был, соответственно, под руки и ложился. Да, там, техника паса, да. А, нет, ну, она у нас идет, да, вот в сторону. Сейчас сразу объясню. Руки лучше держать на вытянутыми полностью, да. Сейчас салату придет. Нет, салату все нормально. Поесть я тоже люблю, как и регби, поэтому все родное. Руки чуть сводишь, небольшой такой треугольник, так называемый экран. Руки выпрямляешь. Руки выпрями. Юлю, выпрямь, послал. Да, вот мы отдаем пас. Фактически, да, ты поймала. Вот, и поэтому, и здесь, как ты поймала, ты можешь сразу же переставить кисть и отдавать в сторону. Да, да, дальше и побежали. Да, и вот, вот оно все есть. Форма мяча должна соответствовать именно его игре. У меня сын, например, 10 лет. Я хочу заниматься регби. Куда можно прийти? Сейчас мы, у нас главная задача, да, вот такая от Федерации регби России, к которому мы вместе вот сошлись, чтобы регби все-таки был у нас более социальным. Мы постараемся сейчас сделать, чтобы эти группы у нас все-таки были бесплатными, потому что регби – это тот вид спорта, который в большей степени воспитывает, да, и мальчиков, и девочек именно максимально чистым, искренним человеческим ценностям. Кстати, девочки тоже? Девочки, сборная России успешнее, чем мужики. Ничего себе! Да, это факт, да. Наши девчонки, многократные чемпионки Европы, входят в топ на Кубке мира, ну, вообще, даже в мировую серию регби, да, они там входят в топ-5, зато это стопроцентно, и девчонки очень-очень молодцы. Но, опять же, стоит понимать, что, опять же, это обычный русский характер. А почему выбирают этот спорт? Вот здесь, наверное, психологически просто, что он, помимо того, что ты понимаешь, и понимаешь, что радиус с тобой это настоящий коллектив, который никогда не отвернется, никогда не бросит, там объединены одной целью, с другой стороны, в регби обнажены все человеческие качества. Что мы делаем следующее? Так, у нас осталось добавить салат, да, просто его можно нарвать, вот максимально там все, что внутренне, он сохранилось, поэтому у нас не нужно тут ждать, что он будет там как-то у нас аккуратнее. Я помогу тебе? Без проблем, буду только признателен, да, мы все... Еще, возвращаясь к регби, были выбитые зубы? Нет. Признаете? Честно, нет. А какие самые, ну, такие травмы были? Самое, наверное, ну... Интересное нельзя, конечно, тут, наверное, употребить. Нет, ну, интересно есть. Мне, допустим, на матче, ну, на одним из крайних таких матчей прошлого, ну, и дынешнего сезона, вот, прошлого полугодия, мне прокусили пальцы. Прокусили? Прокусили, да. Причем я не заметил, отошел на свою позицию, да, как, где я должен быть в атаку и прочее. Мне кричит медик, подойдите, пожалуйста. Ну, подхожу, не понял. Что случилось с этим человеком? А у меня пальцы, даже тут где-то следы еще вот остались, вот, вот, вот. Была у нас одна из игровых таких ситуаций под названием рак. Так, это нам понадобится сейчас. И вот парень вцепился, наверное, не выдержал, что от нашего напора и решил отомстить. Игровой момент, он не мог отомстить, отомстил мне, вот, прокусив мою руку. Так, у нас, опять же, нужно немножко специй, да, но в первую очередь можем ограничиться, допустим, так как мы жарили наши грибы и наши курицы уже на смеси перцев. Здесь мы оставим просто обычный перец чили, как бы, здесь. Но дома бывает зачастую, так как тоже для, именно для спортсменов важны острые продукты, хоть бы кто-то не говорил, что это фу-фу-фу, нельзя и прочее, прочее. Ну, нельзя, нельзя, как у нас на парокампе. Для спортсменов тоже важно, чтобы у нас было сбалансированное питание и острые продукты присутствовали, да, для я в основном, чтобы кровь быстрее разгонялась и быстрее было бы. Так, лимонный сок. Лимонный сок, да, можно, у нас обычный лимон, можно использовать тоже концентрированное, которое есть. Кто-то любит сок лайма, ну, каждый на любителя. Фактически мы выдавливаем. Такая у нас будет заправка уже более. Ну что? Так, все это мы утилизируем. Немного масла, потому что фактически, опять же, у нас все впиталось. Так, это я убираю. Перемешиваем? Да. Да, можешь выливать, я доверяю салат полностью тебе. Если что, есть на кого свалить, да? Да, да, да. Зелень тоже можно, салаты без ограничения. Хорошо. Да, кто как любит. Я, если честно, ее не очень люблю. Ну, кто как, я поэтому говорю, что каждый на любителя, да, что у нас мы дали базу, каждый, кто как хочет, автоматически уже может там уже под себя. Также, допустим, на базу до этого салата можно использовать в дополнение, там, если один сорт помидоров убрать и добавить, там, оливки или маслины, и заменить грудку, допустим, тем же самым обычным ментаем, фактически мы будем иметь тот же самый салат, но по сбалансировке фактически, если вдруг приелось, можно уже другое. Также можно добавлять туда такой протушенный бурый рис. Тоже фактически уже, ну, не то, что ты уже, да, слов фактически уже заел, мы будем иметь уже полностью сбалансированное блюдо, которое основное можно не только для восстановления, да, а именно как притренировочно, потому что... Поэтому база есть, и потом будет все остальное. Ну, есть хорошая ирландская поговорка, да, к всему можно не только к салату, но и к жизни применять, что дом не должен стоять на песке. Поэтому вот у нас есть база, наш фундамент, все остальное уже можно работать как мы хотим. Виктор, расскажи, какие сейчас у тебя задачи, цели стоят перед тобой и партии «Зеленая альтернатива»? Ну, первые такие, да, политические цели, допустим, мы большие возьмем, то, что нужно все-таки у нас в республику привезти много инновационных предприятий, это очень важно, что-таки мы посвящали не только, да, вот как говорил, что инновации очень для меня важны, потому что там с времен своего учеба в университете, да, для меня это важно, для меня это интересно. Нам нужно менять республику в лучшую сторону, да, чтобы у нас были предприятия не только там по глубокой переработке древесины, нужно посвящать большое внимание там глубокой переработке нефти, да, чтобы мы могли на тех же самых вот объемах ресурсов, которые мы есть, приносить, сокращать, да, вот именно максимальный вред для нашей природы, приносить максимальную пользу, да, именно и для природы, и для наших людей, чтобы мы понимали, что эти новые композитные материалы, там, новые материалы, которые мы можем разрабатывать, мы это могли развивать. Плюс, да, это польза для новых рабочих мест, нового направления обучения, все-таки я хочу, чтобы республика жила, что у нас нужно, чтобы люди республики понимали, что они нам нужны. Лидию не нужны здесь, но в своей малой родине, чтобы они могли развиваться, для них были созданы все условия. Ну и самое главное, наверное, создание нашей детской юношеской академии. Запросы населения есть большой, сейчас, да, затягиваем, но мы просто хотим, чтобы все наши секции были бесплатными, потому что все-таки спор должен быть для детей абсолютно бесплатным. И когда наши дети, да, вот у нас такую социальную лестницу будут иметь, что не важно какие там финансовые составляющие, но именно внутреннее желание, именно внутреннее воспитание будет главным. Мы к этому прилагаем все усилия. Будем работать. А теперь нам главное попробовать салат, который также можно относить к этому спорту. Калории здесь у нас соблюдены, там можно не переживать, от него можно пополнять, потому что у нас есть большое количество клетчатки, которую могут использовать, у нас есть большое количество белка, причем двух видов. Я пробую. Можно прямо отсюда? Да, без проблем. Надо еще вот оператора нашего пригласить, чтобы он тоже перекусил. Мы готовили, готовили, он за кадром бедный стоит. Мы его обязательно угостим. Очень вкусно. Острота в меру. Дорогие подрастающие наши поколения мужчин, мужики, учитесь готовить, вам никогда не придется гладить и мыть посуду. Вот честное слово. Виктор, как известно, в подаче важным моментом является его презентация. Сначала человек ест глазами, а потом уже пробует блюдо. Думаю, что ты с этим согласен, так как мы узнали, что ты еще повар-кондитер. Да, есть такое, да. Поэтому наши друзья Дом народных примесел «Зарань» подготовили для наших гостей небольшие подарки приятные. Поэтому тебе вот такой замечательный подарок. Благодарю. Посмотри. О, о, о. Так, вот такую глиняную тарелку, да, посуду я такую очень люблю. Я думаю, отлично подойдет. Безусловно. Салат, как раз. Безусловно, и для других блюд. И прям вот как знали, как знали. Все-таки большое вам спасибо. Виктор, пожелай что-нибудь хорошее нашим телезрителям. Ну, первое, наверное, хочу пожелать всегда здоровья, это самое главное. На второй момент, будьте счастливы. Пускай это все-таки вас наполняет на ваших близких. И зажигайте огни друг в друге. Это самое главное. И любви. Без любви в нашем мире никак. Дорогие телезрители, с вами была Юлия Паникова, Виктор Битехтин. Готовили мы в кулинарной студии Киви. До новых вкусных встреч. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok